Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Заносы и ДТП. Устроил гонки по улице Воровского водитель седана и брезался в попутный универсал. Дорога пустая, а они встретились. На авиатске рано утром столкнулись 12-й и Калина. Два человека пострадали. Встретил Новый Год, называется. В Зуевском районе пьяный водитель настолько не хотел лишаться прав, что дал инспекторам взятку. Получается, мне нужно было ехать к маме. Угнал автобус и поехал к маме. Я увидел, что машин-то и нету, и сел в такси и поехал за ним. Сюжет из мультика про мамонтенка повторился в комментарии. Встретились на пустой дороге два водителя ВАЗа в Новоавиатске. ДТП произошло утром на улице Советской, а все из-за автоледи на 12-й. Она не пропустила Калину на главной дороге. Подробности в нашей рубрике «Обзор аварий». ДТП произошло 11 января в 5.55 утра напротив дома 168 по улице Советской. Это Новоавиатский район. По предварительным данным, 44-летняя женщина, водитель 12-й модели ВАЗа, выехала со второстепенной дороги на главную. При этом дама не пропустила Калину. От удара обе машины получили серьезные повреждения. Пострадали два человека. Это, вероятно, виновница аварии. И 62-летняя пассажирка Калины. Медики оказали пострадавшим помощь. В Слободском районе, в поселке с топографическим названием Межколхозстрой, столкнулись еще две машины. И снова неправа женщина, водитель ВАЗа. По предварительным данным, 36-летняя автоледи за рулем 14-й повернула налево и не пропустила встречную Ниву-Шевроле. Травмировался 12-летний пассажир хатчбека. Ну а теперь о пострадавших пешеходах-нарушителях. ДТП произошло на улице Базовой в Кирове. По предварительным данным, 24-летний водитель Нивы сбил 42-летнего мужчину, который прогуливался возле баз. Мужчина испытал боли, обратился за медицинской помощью. Похожее ДТП произошло во вторник в Слободском районе. По предварительным данным, 75-летний дедушка переходил дорогу в неположенном месте. Его сбил другой пенсионер, 68-летний водитель Фольксвагена Пола. От удара пешеход травмировался, ему вызвали бригаду скорой помощи. Ну а теперь авария в Вятскополянском районе. По предварительным данным, 21-летний водитель Калины неудачно повернул и столкнулся с попутным Део Матис под управлением 37-летней женщины. В этой аварии пострадал водитель ВАЗа. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. В Зуевском районе пьяный водитель настолько не хотел лишаться прав, что дал инспекторам взятку. Сумма почти равна штрафу за нетреждае вождение около 27 тысяч рублей. Удалось ли откупиться, узнаете в рубрике «Сводка». Инцидент случился 3 января вечером в селе Мухино Зуевского района. Струдники ДПС остановили машину, а за рулем был водитель с признаками опьянения. Мужчину посадили в патрульный автомобиль, инспекторы начали оформлять документы. Но задержанный попытался откупиться. Он достал около 27 тысяч рублей, предложил полицейским взятку. Мужчину предупредили, за это преступление можно понести уголовное наказание. Но тот все равно предлагал деньги. В итоге к месту задержания приехал следователь. Он при понятых изъял купюры, а позднее возбудил уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». За это подозреваемого могут наказать или штрафом, который многократно превышает размер взятки, или лишение свободы до 8 лет. Сотрудники Куменского следственного отдела закончили расследование и направили в суд дело о похищении человека. Преступление произошло в Налинском районе 13 сентября прошлого года. 19-летний молодой человек встретил своих ровесников. И это были вовсе не друзья, поскольку они требовали вернуть долг. Потерпевший деньги не отдал, а трио злоумышленников сначала избили его, а затем все как в историях про лихие 90-е. Обвиняемые затолкали бедолагу в багажник, вывезли в лес и привязали к дереву. А потом уехали. Пострадавший смог освободиться и выйти на трассу. Там его согласился подвезти до Налинска один из водителей. Позже похитителей задержали, они признали вину. Дело направлено в суд. За такие проделки им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. В новогодние праздники полицейские и народная дружина боролись за справедливость. В законе сказано, нельзя торговать без лицензии, значит непослушных продавцов будут штрафовать. В одном из рейдов мужчина-кастир рассказал, что продал покупателю свой алкоголь. Но полицейские усомнились, вряд ли он приберег бутылку для празднования Рождества. Во время рейдов изъяли около 100 литров спиртного. На двух продавцов составили материалы по признакам состава уголовного преступления за то, что торговали алкоголем без документов. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, место происшествия. Двух грабителей неудачников начали судить в Первомайском районном суде. 30-летняя Вика в Коминтерне взяла на дело сожителя алкоголика и попалась полицейским. Криминальная парочка решила ограбить дачный дом на улице Торфяной. Вика искала в доме железо, а ее сожитель Юрий стоял на стреме и, видимо, плохо стоял. Проглядел, как пришел хозяин дома и поймал Вику с поличным. В дом залезли через окошко. Зачем залезли? В железо искали. Виктория, судя по всему, опытная воровка. Сама пошла на дело. Юрий просто стоял рядом с домом на улице Торфяной и должен был сообщить своей сожительнице об опасности, но не успел. С окошком что сделали? Вывели. Вывели. Чем разбили? Палкали. Залезли, начала искать там. Потом хозяйство шло. Взял на улицу. Это была фиаска кража, которая превратилась в грабеж. По словам Вики, потерпевший испугался их и убежал. Они в это время спокойно вынесли из квартиры вещи. Магнитоформу забрали и велосипед, и насос. Это все в окошко выносили? Нет, потому что когда пришел, потом убежал, мы в полицию вызывали, а вверх оставили. Старый велосипед, кассетный магнитофон и насос потерпевший ценил в 4600 рублей. Впрочем, продать похищенное сожители не успели. К ним пришли полицейские. Что планировали сделать с похищенным имуществом? Не знаю, не успели ничего придумать. Что планировали сделать с имуществом? Продать на раз в пике и поставить напитку. Сейчас ранее судимым Вике и Юрию грозит до 7 лет тюрьмы. Им предъявили обвинение по статье «Групповой грабеж». Юрия еще обвиняют в краже с банковского счета. Дело рассматривает Первомайский районный суд. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас ненадолго прервемся. Не переключайтесь. Получается, мне нужно было ехать к маме. Угнал автобус и поехал к маме. Я увидел, что машинки нету и сел в такси и поехал за ним. Сюжет из мультика про мамонтенка повторился в комментариях. Заносы и ДТП. Устроил гонки по улице Воровского водитель седана и врезался в попутный универсал. Перестроилась, а потом расстроилась. На улице производственной у светофора женщина на седане забыла уступить дорогу. Это проект «Место происшествия». Мы продолжаем. Сюжет из мультика про мамонтенка повторился в комментарии. Правда, в этой истории нет ни мамонтов, ни льдины, ни Северного полюса и ни даже красивой песни. Зато есть любовь к матери и огромное желание до нее доехать. Именно поэтому 21-летний молодой человек угнал с конечной остановки рейсовый автобус и поехал навстречу к родной маме. Чем все закончилось в нашем следующем материале. За что оказался в полиции? Угон в автобусе. Звук от сигнализации машины во время интервью символичен. Вопросы задают угонщику. Причем 21-летний кировчанин Илья угнал не легковушку, а огромный рейсовый автобус. В комментарии на конечной остановке шофер заметил, что транспорта нет. На линию выезжать не на чем. Вышел на дорогу, увидел, что нет автобуса. Посмотрел по ЦДС, что автобус начал движение. Водитель в итоге бросился в погоню за своим же автобусом. Напарник мне звонит, коллега, и говорит, что куда ты собрался. Я увидел, что машины-то нету и сел в такси и поехал за ним. Илья ехал, что называется, на крейсерской скорости почти как профессиональный автобусник. Подозреваемый проехал несколько километров, и на улице Луганская его остановил наряд ППС. Свой поступок Илья объяснил, сдерживая слезы. Он очень хотел встретиться с мамой. По словам задержанного, об угоне сначала он не помышлял. Говорит, зашел в пустой автобус наконечный, долго ждал водителя и заснул. Я проснулся, день денег, ничего нету. Сел в автобус, по карте расплатился, вздремнул, хоп, просыпаюсь, никого нету в автобусе. Получается, посмотрел, думаю, как выбраться-то из него. Надо сказать, думал Илья чересчур решительно. Посмотрел, нету-нету его, что думал, что делать. Нет ни номера, телефона, ничего у меня нету. Ну, понятно. Думал, что делать? Надо как-то выходить. Ну, стекло не бежит. После задержания молодой человек во всем сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации неправомерное завладение транспортным средством. Ответственность за угон до пяти лет лишения свободы может получиться так, что с мамой Илья увидится не скоро. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Думал, что участвует в зимнем ралли водитель Седана на улице Воровского. На высокой скорости он ехал в сторону ЦУМа. И первое время ему везло. Но потом впереди у лихача возник затор и красный сигнал светофора. Что было дальше в рубрике «Видеорегистратор». Устроил гонки по улице Воровского водитель Седана и врезался в попутный универсал. На повторе видно, что шашечник планировал перестроиться, но не заметил красный сигнал светофора. В итоге занос и ДТП. На улице Производственной у светофора произошло ДТП. Женщина на седане захотела в средний ряд, но забыла уступить дорогу. Второй участник аварии, который ехал прямо, попытался уйти от столкновения, но не получилось. На улице Дзержинского водитель Форда оказал медвежью услугу владельцу регистратора, когда уступил дорогу шоферу на Ларгусе. Мой трактор – мои правила. На улице Ломоносова водитель Ниссана, мягко говоря, был в шоке от маневра уборщика. На улице Щерса на красный сигнал светофора повернул налево нарушитель на фургоне. Пешеходы уже начали переходить дорогу, но водитель все равно поехал. Не стал торопиться с маневром водитель машины с камерой в чистых прудах. И правильно сделал – гранта пролетела на красный сигнал. Михаил Вагин – место происшествия. Как с нами связаться? Все очень просто. Наша почта – mpkerovsobaka-inbox.ru Если вы сняли интересное видео, присылайте его нам. Возможно, именно ваши кадры помогут наказать виновных и добиться справедливости. С вами был Михаил Вагин. Это был проект «Место происшествия». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok